Всем привет! С вами Бернацкий Андрей и в данном уроке мы с вами сделаем такого плана html страницу. Это отрисованный макет нашей страницы в фотошопе. Вообще говоря, прежде чем приступить к созданию какой-то страницы, какого-то сайта, лучше изначально его нарисовать в фотошопе, продумать цвета, шрифты, заголовки, выровнять все элементы на странице, сделать отступы, выбрать какой-то лучший вариант, который понравится и, соответственно, только потом приступать уже непосредственно к созданию страницы, к верстке. Итак, давайте приступим, поскольку время у нас немножко ограничено, по организации файлов. Значит, создается папка какая-нибудь, допустим, у меня это мини-курс на диске D, в ней папка images, в нее мы будем сохранять все наши картинки. Так, файл index.php и style.index.html и style.css, это у нас наши файлы html и css, они у меня уже созданы, мы с ними будем работать в Dreamweaverе. PSD-файл, это наш макет, который открыт в фотошопе, и Mercedes-Doc-файл, это, собственно, тот текст, который я использовал для создания вот этой нашей учебной такой страницы. Здесь вот, в общем-то, весь текст, который мы используем, сразу же разбит он на параграфы, это TGP. Есть некоторые средства автоматизации в Word, чтобы поставить абзацы, их рассматривать в данном уроке не будем, потому как не совсем много времени, так как на диске широко и глубоко подробно все не расскажешь. Это наш файл Word-овский. Значит, index.html и style.css у нас созданы, и я с ними буду работать в Dreamweaverе. Значит, здесь у меня открыто style.css и index.html, с которыми мы непосредственно будем работать. Опять-таки, про Dreamweaver особо не расскажу ничего, так как нет времени, но создать новый файл, в общем-то, файл new. Так, да, файл new. Здесь выбираем, какую страницу мы хотим создавать, html, либо css. Ну, в общем-то, вам нужно выбрать и ту, и ту. Создадите страницу и сохраните в нужное место. Значит, далее, по организации графики и картинок. Остановимся и в целом по работе с макетом. Ну, опять-таки, поскольку по времени немножко ограничены, поэтому вкратце расскажу. Значит, черный цвет у нас на фоне лежит, да. Ну, если это не черный цвет, то, соответственно, выбираем инструмент пипетка. И щелкаем по нашему цвету. Далее нажимаем на вот этот цветовой квадратик, и мы видим цвет нашего фона, да. Он в данном случае черный. Аналогичным образом можно узнать любой цвет, допустим, щелкнуть вот здесь, на краю нашего градиента, где у нас подписка на рассылку, блок, и вот, собственно, его цвет. Мы им тоже будем пользоваться. Далее, что касается текста. Берем инструмент текст, вот буквочка Т, да. И теперь, допустим, подписка на рассылку. Выделяем, значит, кусочек текста. И видим сверху Times New Roman. Это наш шрифт. 24 пункта, да. Здесь это размер шрифта. И вот этот квадратик с цветом, это цвет нашего шрифта. Вот, опять-таки, это цвет нашего шрифта, и мы будем пользоваться. Но к Photoshop уже прибегать мы не будем. Ну, вот таким вот образом можно посмотреть любой цвет, любой шрифт, любого, собственно, куска текста. Допустим, видим, да, заголовки у нас отличаются от подписки на рассылку. Но, опять-таки, видим шрифт Times New Roman. Размер несколько отличается, да. И вот, соответственно, такой вот цвет. Так, вот он цвет нашего заголовка. Далее, нам понадобятся картинки. Картинки вырезаются инструментом, значит, crop tool. А, вот этот. Нажимаем его, и давайте мы сейчас с вами вырежем какую-нибудь картинку, и расскажу ее, как нужно сохранять для веб, для сайтов. Значит, выделяем картинку, щелкаем два раза по выделенному месту. Вот у нас картинка обрезалась, да. Далее, файл Save for Web. Сохранение для веб, выбираем пункт. И, когда мы выбрали этот пункт, сейчас у нас... Так, вот они появились. Значит, это оригинальное изображение. Справа у нас наше оптимизированное для веб-изображение. Видим, да, в размере мы во сколько выигрываем. Здесь у нас стоит размер 94. Здесь, ну, пускай будет 6. То есть, выигрываем мы достаточно серьезно, да. Таким вот образом нужно сохранять. Но, опять-таки, здесь можно выбрать формат, качество. Но на диске про это очень подробно все рассказано. А в данном уроке, поскольку, опять-таки, оговорюсь, время у нас несколько ограничено, то только лишь пробежимся по этим моментам вскользь. Так. А, ну и, соответственно, то есть, это я закрыл. Поскольку у меня эта картинка, допустим, уже вырезана и сохранена. Но у вас, значит, выбираете там пункт сохранить и сохраняете в нужное место. Итак, какие картинки нам понадобятся? Значит, вам нужно вырезать, соответственно, вот этот логотип. Вырезать вот это. Скажем так, типа, название сайта. Далее, нужно вырезать вот эту кнопку подписка. Вырезать вот таким вот образом, тоненькую полосочку вот этого градиента. Мы с помощью CSS дальше пропишем. И она у нас будет повторяться. Повторяться вот таким вот образом по ширине. И заполнить, соответственно, всю ширину. Так, ну и, соответственно, вот эти все картинки вам тоже надо вырезать из Photoshop и сохранить в папку Images. У меня все эти картинки уже вырезаны, как я говорил. Значит, вот они в файле в папке Images у меня находятся. Давайте посмотрим, что это за картинки. Так, значит, первое, да. Это для списка. Маркер. Далее, вот эта тоненькая полосочка, про которую я вам говорил, градиента, да. Далее пошли вырезанные картинки по тексту. Логотип. Название сайта нашего. И кнопка подписаться. Такие, значит, файлы с картинками у вас должны быть в папке Images. И теперь все готово. Можем приступать непосредственно к верстке. Давайте определимся только с макетом. Каким образом у нас здесь все будет. Значит, вот по нашей светло-зеленой линии это у нас будет один блок DIV. основной DIV, он будет отцентрирован у нас, будет фиксированной ширины страницы по центру. Так, вот это наш основной блок DIV. В нем будет содержаться вот такой вот блок Head. Шапка сайта, в котором будет логотип и название сайта. Под ним еще один лежит у нас блок DIV, который будет содержать подписку на рассылку и формы. И далее будет еще один DIV, который у нас будет содержать весь наш контент. Весь наш текст, который мы будем использовать для создания нашей страницы. Итак, открываем Dreamweaver и делаем, значит, DIV. Назначаем класс. Класс будет main, основной. Так, чуть ниже закрываем этот DIV. Далее описываем DIV с классом Head. Здесь у нас будет находиться наш логотип и меню. Далее будет опять-таки DIV с классом Subscribe. Subscribe main будет у него класс. Здесь у нас будет находиться наша форма для подписки. И далее делаем третий DIV. Назначаем ему класс Content. Итак, соответственно, DIV класс Content. Далее идем в стиле CSS. И первое, что мы должны сделать, это сбросить все отступы по умолчанию для нашего сайта. Можно использовать файл стиле reset.css. Можно поставить звездочку для ускорения времени. И здесь нам нужно обнулить отступы, которые назначены элементом по умолчанию. Это Padding и Margin, значит, установить их значение в ноль. Далее, значит, описываем класс Main. Ему надо дать ширину. Значит, Width задаем где-то порядка 970 пикселей, чтобы помещался у нас в разрешение 1024. И, соответственно, центрируем его. Центровка происходит у нас с помощью CSS таким образом. Margin 0 auto выставляем. Так, соответственно, он отцентрировался, да. Но до этого нам нужно еще задать, давайте для body, для всего body в стилях CSS, значит, мы зададим background. Черный background у нас, код цвета будет вот такой. И еще, опять-таки, для body мы зададим шрифт. Это font. Значит, шрифт у нас 16 пикселей. Times New Roman, Times Serif ставим и выставляем цвет. Значит, такой вот цвет текста у нас будет. Этот блок отцентрирован. Значит, идем обратно в наш файл. HTML и здесь мы должны вставить наши картинки. Соответственно, имидж, SRC. Выбираем из списка, значит, наш логотип. Лучше всего давать подобные имена. Допустим, bg-subscribe, это будет фоновый цвет. Фон для листа, для списка, значит, кнопка, да, subscribe. И, допустим, лого, это логотип. Чтобы потом не искать картинки, лучше сразу давать имена. Так, значит, border 0 и альтернативный текст выставляем. Ну, пока можно оставить любой, но тег alt пропускать нельзя, потому что он у нас очень хорошо влияет на поисковые системы. И следующую картинку, которую мы с вами выставим, это будет картинка названия нашего сайта. Значит, name. Так, name, опять-таки, border выставляем 0 и альтернативный текст, ну, пока тоже оставим пустым. Плюс ко всему, логотип, как правило, является ссылкой на главную страницу. Соответственно, ставим ссылку. А шреф, касая черта, таким вот образом ставится ссылка у нас на главную страницу. Теперь, единственное, надо посмотреть в браузере, что у нас получается, и применить некоторые стили к нашим картинкам. Так, картинки у нас стали. Видим, фоновый цвет не черный. Почему? Потому что, скорее всего, мы не подключили, да, мы не подключили наш файл стилей. Значит, подключается он в части head. Выставляем type.txt.css. Выставляем параметр realStyleSheet. И непосредственно путь указываем шреф style.css. Так, давайте сейчас посмотрим. Так, видим, когда курсор подводим, это у нас ссылка. И все остальное у нас картинки. Значит, теперь нам нужно несколько добавить стилей к нашим картинкам в части head, чтобы они выглядели хорошо. Для этого нам нужно назначить некоторые классы. Так, значит, для ссылки у нас будет класс logo. Для картинки, для названия сайта у нас будет класс name. Name. Поскольку все это у нас лежит, видим, да, в контейнере head, в блоке с классом head, то, соответственно, описываем класс head. Ну, соответственно, там особо никаких стилей не будет. Единственное, мы укажем ширину 100%. И укажем свойство overflow со значением hidden. Почему hidden? Чтобы у нас этот блок выровнялся, когда мы сейчас добавим некоторые стили для logo. Для logo, значит, мы добавляем стиль float left. float left. И, соответственно, чтобы у нас, когда мы добавим свойство float left, не сплюснулись границы нашего diva с классом head, мы именно для этого и назначили свойство overflow hidden. То есть, такое лекарство, что ли, для наших float. Следующий класс у нас получается main. main, опять-таки, float left. Так, не margin, а float. Float left. И далее мы должны назначить некоторые отступы для наших... Видим, да, каким образом у нас после наших float выглядит. выглядит, но сейчас мы добавим пару отступов к нашим картинкам, да, к нашим назначенным классам, и все у нас станет нормально. Итак, за отступы у нас отвечает margin. Margin. Для logo мы сделаем отступы 40 пикселей сверху. Справа нам не надо отступ. Значит, снизу 60 пикселей, и слева сделаем 30 пикселей отступ. Так, смотрим в браузере. Видим, отступился. Соответственно, нам нужно сейчас подвинуть вот эту картинку с классом main, да, ну, где-то вот так вот. То есть добавим отступ слева и сверху. Опять-таки, пишем margin. margin. И значения у него будут следующие. Сверху мы отступим 90 пикселей, и так, справа и снизу оставляем нулевые, и 115 пикселей, соответственно, слева. Оставляем 115 пикселей слева. Смотрим, что у нас получается в данном случае, видим, все у нас стало так, как на макете. Далее. Далее, значит, если мы вернемся к нашему макету, то дальше у нас идет div subscribe main. Subscribe main. В subscribe main мы, соответственно, должны вставить тег P и здесь написать подписка на рассылку. Так, подписка на рассылку. Далее, мы с вами вставим небольшую таблицу, небольшую таблицу и уместим в нее всю нашу вот эту форму. То есть, таблица будет иметь вот такой вот вид. Вот так. И раз, два, три столбца. Таким образом, рисуем таблицу и в каждую ячейку помещаем свое содержимое. Соответственно, в Dreamweaver рисуем таблицу из двух, получается, строк, да, и трех столбцов. Так, Rose, два, Columns, столбцы, три. Так, но размер нам не принципиален, мы его все равно пропишем потом в стилях. Значит, вот создалась наша таблица. так, ширину убираем, задаем класс просто subscribe, subscribe, и сюда мы пишем имя, там, двоиточие, да, сюда мы значит, ставим email, email, двоиточие, это оставляем пустую, там ничего нету у нас, и в следующей строке мы должны вставить два поля input, input type text, input type text, name оставляем пока пустым, два таких input у нас должно быть, поэтому делаем копирование и ставим второй наш input, далее, значит, здесь у нас будет кнопка, да, это опять-таки input, единственное только тип у нее type, значит, image, соответственно, должны мы указать параметр src, адрес нашей картинки, которая будет выступать в качестве кнопки, type image, значит, subscribe наша картинка, закрываем inputы и все эти inputы у нас должны быть в теге форм, так, форм, есть атрибут такой action, это адрес страницы, которая будет обрабатывать данные из нашей формы и метод, ну, давайте укажем пост, опять-таки они различные, но за неимением времени подробно останавливаться не буду, есть два метода get и post со своими отличиями, но опять-таки остановимся на них в рамках диска уже более подробно, так, вот мы обновили нашу страницу и соответственно вот что мы видим, теперь нам нужно применить некоторые стили, чтобы это все выровнять и чтобы оно у нас было красиво, так, subscribe main класс сначала будем описывать его идем в файл наших стилей так, main ну первое, что нам для него нужно задать, во-первых, нужно задать цвет, во-вторых, нужно задать адрес изображения, адрес нашего изображения это вот эта тоненькая полосочка, которую мы вырезали из макета и я говорил, что она будет у нас повторяться по x а располагаться она будет слева и по центру соответственно left center ставим так, цвет выставляем соответственно такой далее, поскольку у нас будут использоваться float и опять-таки делаем overflow hidden и нам нужно еще назначить цвет для нашего текста в рамках в рамках нашего класса subscribe так, цвет у нас будет соответственно вот такой далее мы должны задать некоторые стили для нашего тега p, который находится внутри subscribe где у нас находится слово подписка на рассылку значит там у нас будет шрифт так размером 24 пикселя ну можно кстати задать font size то есть это уже будет конкретно размер шрифта следующее что должен быть float у нас опять-таки left и некоторые маргины мы должны назначить так маргин у нас будет соответственно 18 сверху 15 справа 16 снизу и 30 пикселей слева давайте посмотрим что у нас получилось и наверное некоторые вещи надо будет пояснить так видим float left значит здесь у нас стала наша табличка здесь у нас наши поля input и наши тексты тексты подсказки теперь нам нужно задать некоторые стили для нашей таблицы для вот этих для имя и e-mail для текста да тоже свои стили и немножко подровнять это все ну давайте собственно этим и займемся значит за подписку у нас отвечает класс наш subscribe subscribe да то что происходит все внутри таблицы значит вот он наш класс subscribe класс subscribe так опять-таки делаем ему float left шрифт делаем размер ему размер шрифта 12 пикселей 12 пикселей далее нам нужно назначить нужно назначить некоторые классы для наших полей ввода для наших форм импт сделаем что-нибудь класс импт тексты так и такой же класс будет для поля ввода имейла нашего так импт тексты мы с вами копируем и сейчас несколько опишем данный класс так импт тексты значит будет у него высота хейт 21 пиксель хейт 21 пиксель далее будет у нас фон сайз опять-таки 14 пикселей и будет у нас бордер непосредственно рамка задается один пиксель это толщина рамки далее указывается какой она будет но у нас будет солид сплошная видим здесь очень много всевозможных параметров допустим скрытая двойная источек пунктирная рамка и так далее у нас она будет сплошная и третьим параметром мы с вами должны задать цвет для нашей рамки так цвет у нас будет вот такой так единственное без вот этого двоеточия конечно же так закрываем данный класс смотрим что у нас получилось видим да приобрела некоторую значит уже некоторый вид наша форма значит добавим некоторый маргин сверху для нашего subscribe можно задать либо маргин либо просто маргин топ там порядка трех пикселей наверное нам должно хватить значит так обновляем да видим пододвинулась на низ и стала на уровне с нашей подпиской на рассылку и далее некоторые отступы нужно назначить для наших полей да чтобы они не сливались таким вот образом и здесь тоже видим font size у нас 14 пикселей когда мы вводим текст в поля наши ну каким образом проще всего назначить значит отступы это лучше всего сделать для опять-таки для нашего subscribe то есть пишем subscribe далее ставим пробел td то есть для всех td которые находятся у нас внутри класса subscribe и дадим внутренние отступы это у нас padding ну и отступы зададим допустим только справа допустим 10 пикселей все остальные отступы будут у нас нулевыми соответственно смотрим видим все у нас отодвинулось и данная вещь у нас наша готова так далее у нас остался далее у нас осталось ставить текст в наш контент несколько поработать с классами под наш контент и все у нас будет дальше хорошо значит что мы делаем с нашим классом контент да берем и попросту копируем весь наш текст то есть можно нажать ctrl а он весь выделится разбит он уже на абзацы значит копируем и ставим наш текст видим скопировалось скопировалось ну в общем-то если не знаете как автоматически разбить на абзацы то выделяется кусочек текста переходите на вкладку текст и здесь выбираете тег п все соответственно он у нас уже разбит на абзацы видим тег п у нас поставился так ну вот мы смотрим что у нас текст наш поставился и все вроде бы ничего осталось нам поставить несколько картинок несколько картинок и добавить заголовки значит заголовки у нас будут это теги h2 заголовки ну их несколько до h6 h1 h2 h3 h4 h5 и h6 по-моему тоже есть вот причем чем цифра старше тем заголовок меньше то есть h1 будет самый большой шрифт у заголовка а h2 h6 будет значит самый маленький заголовок так значит вписываем сюда в наш заголовок история Mercedes смотрим да видим что он уже у нас и жирным шрифтом стал и работает как именно как заголовок уже далее мы должны описать все эти стили причем здесь никаких классов задавать лишних не надо для тегов p тоже опять-таки никаких классов задавать не надо мы с вами это уже применяли но сейчас еще раз остановимся на том как это удобнее сделать и не назначая лишних классов и просто лишний раз их не прописывая в html коде и так значит класс контент у нас первое что мы делаем это мы должны назначить некоторые паддинги так значит ставим паддинги 40 пикселей сверху справа 30 пикселей снизу 0 и 30 пикселей опять-таки слева так выставляем такой паддинг что у нас получилось видим да что у нас все отодвинулось далее нам нужно задать цвет и шрифт для нашего для всех наших заголовков он у нас не один будет так соответственно контент h2 то есть для всех тегов h2 которые находятся внутри нашего класса контент значит так сдаем шрифт поскольку сам шрифт у нас определен в боди да мы задали для боди times не роман соответственно везде у нас будет times не роман если нигде его переопределять не надо да но поскольку заголовок у нас тоже times не роман поэтому выставляем только размер далее выставляем цвет будет вот такой цвет и некоторые отступы 10 пикселей сверху и 20 пикселей снизу мы назначим так это то что касается наших h2 аналогичная ситуация где-то примерно у нас будет с нашими p то есть контент p и здесь мы должны назначить только лишь нижний отступ то есть margin bottom маргин ну и снизу это будет так давайте допустим 20 пикселей назначим вот таким вот образом откроем нашу страницу видим что все наши абзацы стали с отступами и своего цвета стал наш заголовок единственное что здесь выравнивания нету поэтому выравнен текст по левому краю а справа остается такой рваный край так называемый ну это можно легко подправить для наших p задать текст line justify то есть выровнять по всей ширине по всей ширине родительского блока так скажем да теперь у нас что осталось вставить наши картинки давайте поставим наши картинки точнее начнем их ставить значит так как у нас там идет я уже не помню так после первого абзаца идет наша первая картинка да после первого абзаца значит ставим тег image image src так выбираем нашу картинку я их сохранял так как они идут по порядку то есть image1 image2 и так далее image1 ну опять таки можно назначить border нулевой и альтернативный текст тоже пока пустым оставим так да вот собственно таким образом у нас сейчас ставится картинка но видимо она немножко отодвинула текст поэтому нужно добавить некоторые классы к нашей картинке но поскольку у нас будет картинка одна слева вторая справа да таким вот образом давайте тогда назначим ей класс image left image left и пускай где-нибудь здесь давайте поставим нашу вторую картинку image значит src browse значит image2 у нас здесь будет image2 альтернативный текст тоже пустым оставляем и здесь зададим класс допустим image right так теперь нам их нужно описать чтобы текст огибал нашу картинку так значит image2 left здесь соответственно будет float left float left давайте посмотрим наш float left видим да float left но текст у нас несколько приклеился поэтому нам нужно задать некоторые отступы для нашей картинки давайте image значит так ну вот тут допустим padding сделаем пускай будет пару пикселей может быть сверху предположим справа давайте сделаем может быть 10 пикселей снизу может быть пикселей 5 назначим и слева нам по идее отступ не нужен так да видим что назначился у нас отступ и некоторый отступ справа есть и снизу стал отступ то есть картинка наша удачно вписывается точно такая же ситуация у нас должна быть с нашей вот этой картинкой единственное что float у нас будет write да и соответственно несколько другие у нас из-за этого будут отступы так значит image image write делаем float write чтобы она выровнялась по правому краю и опять таки паддинги назначим ну сверху тоже давайте 2 пикселя сделаем справа нам отступ не нужен оставляем нулевым допустим 5 пикселей пускай будет снизу и допустим пускай будет ну давайте сделаем побольше отступа как-то мне не очень нравится как оно выглядит и здесь слева 15 пикселей чтобы несколько больше отступ был вот здесь вот по тексту вот видим да таким вот образом вставились наши картинки ну далее я уже не буду затягивать урок вставить картинки все остальные да скажем так домашнее задание вам что ли да такое вставите картинки у левых картинок будет класс image left у правых image right и соответственно все единственное что у нас осталось скажем так непроверенным я очень быстро бежал надо проверить все это во всех браузерах нередки случаи когда что-то делаешь в одном браузере выглядит хорошо переходишь в другой все выглядит абсолютно плохо значит google chrome нормально у нас отображает все хорошо далее интернет explorer версии 8 у меня стоит значит так здесь тоже у нас все достаточно неплохо смотрится как и задумывалось опера опера тоже у меня одна из последних 10 там 50 какая-то так значит здесь опять-таки просмотрим так здесь тоже видим хорошо все выглядит так и остался у нас Safari Safari давайте посмотрим что нам скажет на нашу верстку наш браузер Safari Safari или Safari Safari в принципе тоже не ругается все у нас выглядит хорошо на этом данный урок я завершу повставляйте дальше картинки до конца и в следующем уроке мы с вами рассмотрим как сделать вот эту нашу форму чтобы она уже непосредственно заработалась чтобы человек ввел имя ввел email нажал кнопку подписаться и попал на страницу подписки сервиса subscribe.ru сервиса подписки на рассылку рассмотрим как ставить видео на сайт такой тут будет краш-тест мерседеса и завершим список моделей мерседес сделаем такой красивый список и сделаем такой вот низ на сайты источники материала допустим на этом данный урок я завершаю спасибо за внимание всего вам доброго